Привет, друзья! С вами программа OnlySpin. И сегодня я хочу рассказать вам о том ящике, который я использую для ловли прудовой форели. Честно сказать, я, скажем так, не сильно люблю сразу платить много денег за вещь, которую я не понимаю, нужна она мне точно или нет, функциональна она или нет. Поэтому я поначалу попробовал различные модификации зимних ящиков, помастерил, поделал, посмотрел, попробовал известные форелевые стойки, но в итоге из всего я сделал вывод, что лучше для меня, для многих моих друзей это ящик Versus 7070. Японцы ребята не глупые, поэтому сумели сделать, я считаю, очень качественную и продуманную прежде всего вещь, вещь максимально удобную. Здесь идут стойки, специально под спиннинги вы можете взять сколько вам угодно, скажем так. Ну, в основном всегда берем 4, под 4 палки. Стойки регулируются по длине, под длину рукоятки удилища, то есть можно выдвинуть повыше, можно пониже. Ну, для форелевой палки, как правильного, ручки не длинные, поэтому в основном используется самая маленькая длина. Собственно, внутреннее пространство ящика состоит из двух так называемых крышек, то есть мы открываем первую, здесь перегородочки, как в известных всяких коробках, здесь раскладываете, как вам удобно. Второе отделение, это основное отделение, оно большое, здесь, соответственно, уже лежат все запасные коробки, коробки с резиной, с воблерами, все что угодно. Здесь я наклеил пенку, такой доп, скажем так, оборудование уже сам сделал, для того, чтобы можно было в открытом виде втыкать сюда используемые приманки. Ну, я, честно говоря, попробовал и как-то не вдохновился этим введением, то есть мне больше нравится, когда ящик находится при ловле в закрытом состоянии, собственно, туда не попадает вода, ничего не мешает. Пластик, как у всех оригинальных японских вещей, он идеальный, он не трескается, не ломается, ну, то есть проблем у меня никаких не было с ним точно. Ящик устойчив, да что здесь еще сказать, ну, на мой взгляд, на данный момент это идеальная штука для ловли форели. Да, она не дешевая, ну, соглашусь, наверное, будут такие комментарии, что проще взять там зимний ящик за тысячу рублей, сделать его... Да, можно, безусловно, но, по сути, это та вещь, которую ты берешь один раз и забываешь про все, она идеальна, на мой взгляд. Вы смотрели программу Only Spin, в комментариях задавайте свои вопросы, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok